Я приглашаю в студию полковника-лётчика-испытателя первого класса Александра Акименкова. Здравствуйте, Александр Вениаминович. Вы сталкивались когда-нибудь с неопознанным летающим объектом? Да, даже в своей лейтенантской юности. Расскажите, как он выглядит? И расскажите, когда и при каких обстоятельствах? Лето 1968 года. Американцы баловались запуском стратостатов с территории Ирана на нашу территорию. То есть на одной высоте он заходил на территорию, затем сбрасывали груз, менял высоту и выходил в Иран. Стратостат был виден издали. И рядом с ним метров 300 левее, севернее, было что-то похожее на бублик, совместимый с размерами, по крайней мере, по срезу стратостата. А как вы считаете, ими управляют вот этими НЛО разумные существа? Думаю, что да, потому что... Или роботы? Потому что этот объект явно отслеживал события. То есть он там присутствовал с определенным заданием, которое он и исполнил. А какое задание? Надо следить то, чем мы занимаемся. У меня такое впечатление было по частоте появления НЛО в Ахтубинске, в НИИ, в ВВС, имени Чкалова. Что они плановую таблицу знают лучше, чем мы, летчики рядовые. Плановая таблица полета. Вот, например, это была зима 1985 года. Я вместе с нынешним космонавтом Виктором Афанасьевым, он сзади управлял самолетом, я спереди управлял мишенью. Подняли мишень, вывели в район боевых работ. Ну, а во время выражения, несмотря на то, что там датчик автомата стоит, поддержание скорости, в общем, скорость потеряла и упала. Причем за районом боевых работ, за железной дорогой. Марина Лаврентьевна знает, что это такое. То есть над нами зависла секера тюрьмы. Естественно, мы помчались к месту падения мишени, сразу за железной дорогой белый снег, яма, трактор какой-то едет. И мы снижаемся туда метров на 300, чтобы рассмотреть, не убили ли мы кого-то. В это время руководитель полета сообщает, над вами выше 600 метров стоит объект. Смотрим, ничего нет. Луна вот такая вот на полнавы. Ничего не видно. Набирайте высоту, приближайтесь к нему. Но мы набираем высоту, объект уходит от нас. А затем, с курсом 90, то есть на восток, в сторону Луны, начал уходить с набором высоты. Ну, мы, естественно, включили форсаж, набрали 16-17 тысяч, разогнали сверхзвук. Ну, топливо уже на исходе. А объект вот он рядом, а его не видно. То есть на фоне Луны мы и так, и так маневрировали, чтобы увидеть, что это такое. Не видно. То есть радиолокационную отметку давал объект, а визуально не был виден. Причем приличных размерах. То есть все боевые работы, связанные с новыми ракетами, с новыми самолетами, отслеживались НЛО. Это факт. Вот как вы считаете, для чего они прилетают сюда? Они пытаются оценить степень опасности нашего оружия.